Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Начинается церемония вручения верительных грамот Чрезвычайный полномочный посол Новой Зеландии в Российской Федерации И.Н. Александр Хил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Бурундии в Российской Федерации Эдуард Бизимана Чрезвычайный и полномочный посол Новой Зеландии в Российской Федерации Чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас Чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в Российской Федерации Чрезвычайный и полномочный посол Республики Чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Игорь Йовович Чрезвычайный и полномочный посол Республики Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в Российской Федерации Республики Сомали в Российской Федерации Абдуллахи Мохаммуд Варсаме. 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 Отчаянный полномочный посол Республики Польша в Российской Федерации Влад Зимеш Александр Марчинек. Абдуллахи Мохаммуд Варсаме. Абдуллахи Мохаммуд Варсаме. Хосе Эсонсо Мича Акенк. Абдуллахи Мохаммуд Варсаме. Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые дамы и господа, Приветствую вас на торжественной церемонии вручения верительных грамот и поздравляю с официальным началом ответственной и важной дипломатической миссии в Москве. Надеюсь, что ваша деятельность по развитию отношений между представляемыми вами государствами и Россией будет способствовать активизации политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, расширению гуманитарных контактов. Вы можете рассчитывать на поддержку российского руководства, органов исполнительной и законодательной власти, представителей бизнеса, широких кругов общественности. Подчеркну, что Россия готова сотрудничать со всеми странами в духе честного и взаимовыгодного партнерства. Выступает за обеспечение равной и неделимой безопасности, за решение мировых и региональных проблем урегулирования конфликтов на прочной основе международного права и устава Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем эффективность равной и индивидуальной безопасности, решение глобальных и региональных проблем, решение конфликтов на структуре международного права и УН-чартера. Именно этими принципами мы руководствуемся при выработке подходов к наиболее острым вопросам современной повестки дня, включая и сирийский кризис. По большому счету, здесь, на сирийской земле, сейчас определяется способность и готовность международного сообщества объединить усилия и вместе противостоять единой для всех нас угрозе террористической. А также адекватно отвечать на другие вызовы глобальной безопасности и стабильности. Вместе с заинтересованными странами Россия содействует запуску внутрисирийского диалога. Убеждены, решение сирийского конфликта должно быть политическим. Только так можно остановить кровопролитие, обеспечить возвращение миллионов беженцев, восстановить экономику и социальную сферу этой страны. Уважаемые дамы и господа, Несколько часов назад в Соединенных Штатах Америки завершились президентские выборы. Мы внимательно следили за этой кампанией. Хочу поздравить американский народ с завершением избирательного цикла. А господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов. Которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся именно в таком состоянии. Но Россия готова и хочет восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Повторяю, исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть. И сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на устойчивую траекторию развития. Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народам. И позитивно сказалось бы на общем климате в мировых делах, учитывая особую ответственность России и США за поддержание глобальной стабильности и безопасности. Уважаемые дамы и господа, на сегодняшней церемонии присутствуют главы 19 дипломатических миссий. По традиции скажу несколько слов об отношениях России с каждым из представляемых вами государств. Мы выступаем за развитие российско-новозеландских связей на взаимовыгодной основе. Рассчитываем на возобновление переговоров по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Новой Зеландией. Наши отношения с Республикой Бурунди носят традиционно дружественный характер. Отмечу, что ведется проработка совместных проектов в нефтегазовом и горнорудном секторах. И мы, конечно, желаем достижения в вашей стране скорейшей внутриполитической стабильности и национального согласия. С Греческой Республикой Россию объединяют общие страницы, история, культурная и духовная близости. Россия и Хеленская Республика объединены по общей стороне истории, по культурной и спиритной афинитации. Весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные темы предметно обсуждались в ходе моего визита в Афина в мае текущего года. Убежден, что дальнейшему развитию разноплановых связей и упрощению дружбы между нашими народами будут способствовать проводящиеся сейчас в обеих странах перекрестные годы России и Греции. Успешно взаимодействуем с Колумбией в сфере энергетики, машиностроения, инфраструктуры. Реализуются новые совместные научно-технические проекты. Россия приветствует подписание в сентябре итогового соглашения о мире, которое призвано положить конец многолетней гражданской войне в вашей стране. Налаживаем партнерское сотрудничество с Республикой Мали в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Россия поддержала в июне этого года резолюцию Совета Безопасности ООН о расширении мандата многопрофильной и комплексной миссии организации по стабилизации в Мали. Наши отношения с Черногорией всегда основывались на давних традициях дружбы. Мы рассчитываем, что Черногорское руководство будет придерживаться сбалансированной внешнеполитической линии, и мы будем продолжать наши отношения во всех областях. Мы заинтересованы в развитии связи с Федеративной Республикой Сомали. Отмечаем усилия правительства вашей страны, направленные на достижение национального примирения и согласия восстановления экономики и социальной сферы. Поддерживаем политический диалог с Республикой Чад, в том числе с учетом председательства вашей страны в Африканском Союзе. Ожидаем с визитом в Россию президента Идриса Деби. Готовим в этой связи проекты конкретных договоренностей в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Взаимодействие с Исламской Республикой Гамбии строится на принципах дружбы и взаимоуважения. Ценим настрой гамбийских партнеров на расширение двухсторонних связей по самым разным направлениям. В этом году отмечается 125-летие установлению дипломатических отношений между Россией и Люксембургом. Сотрудничество наших стран носит взаимовыгодный и многоплановый характер. Королевство Нидерландов является одним из крупнейших экономических партнеров России. Голландский бизнес успешно работает с российскими партнерами в торговой и инвестиционной областях. В рамках российско-финляндского добрососедства накоплен действительно уникальный опыт политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества. Мы поддерживаем активные контакты с президентом Финляндии Саули Ниннеста, конструктивно обсуждаем весь спектр вопросов двухсторонней международной повестки дня, включая ситуацию в Балтийском регионе. Отношения с Исландией также носят взаимовыгодный характер. Убежден, что взаимодействие по арктической проблематике, развитие кооперации в области рыболовства, реализация совместных инновационных и наукоемких проектов, в том числе в сфере использования геотермальной энергии, отвечает интересам обеих стран. В декабре отметим 20-летие установления дипломатических отношений с Боснией и Герцеговиной. В качестве гаранта мирного соглашения по БИК Россия последовательно выступает за его неукоснительное соблюдение всеми странами. Уважаемый господин посол, Камбоджа, ваша страна празднует сегодня День Независимости. Мы все поздравляем вас, вашу страну. Сегодня направил поздравление главе вашего государства. Я хотел бы высказать надежду, что отношения России и Камбоджи будут и впредь развиваться по всем направлениям на благо наших народов в интересах стабильности и безопасности в Юго-Восточной Асии. Удовлетворены конструктивным сотрудничеством с Ватиканом. У нас во многом близкие подходы к острым проблемам внешнеполитической повестки дня. Сообщая, выступаем за формирование единого фронта борьбы с растущей угрозой терроризма и экстремизма, отстаиваем важность укрепления нравственной основы в международных делах. Уважаемый господин посол Польской Республики, мы с вами знаем, что состояние российско-польских отношений вряд ли можно назвать удовлетворительными сегодня. Вместе с тем мы считаем, что восстановление политического диалога возможно на основе взаимного уважения и прагматизма. И готовы все сделать с нашей стороны для того, чтобы достичь этой цели. В контексте дальнейшего развития дружественных отношений с Республикой Экваториальная Гвинея придаем особое значение продвижению взаимодействия по вопросам геологоразведки, добычи и переработки углеводородов, включая освоение месторождений на морском шельфе. В контексте further development of friendly relations with the Republic of Equatorial Guinea We give special importance and attention to promotion of cooperation in exploration, extraction and refining of hydrocarbons, including the development of oil fields on the sea shelf. Высоко ценим многоплановые отношения стратегического партнерства с Туркменистаном. В ходе состоявшихся на прошлой неделе в Сочи переговоров с президентом Гурбангулы Мелакулевичем Бердемухамедовым условились активизировать торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, совместную работу в Каспийском регионе. В заключении хотел бы еще раз искренне пожелать вам успехов в столь ответственной деятельности. Надеюсь, что у вас останутся самые благоприятные впечатления от работы и пребывания в России. Благодарю вас за внимание. Спасибо за внимание.